Привет, друг! Очень хочется похвастаться. Кто давно за нами следит, знает, что из деревьев мы пытаемся собрать коллекцию трёх видов. Это берёзы, ивы и рябины. Я стою рядом с двумя рябинами. Это рябина кёна. Рябина с белыми ягодами. Она очень красива будет в зимний период, потому что я напомню, что птицы нашего региона жёлтые и белые ягоды не едят. Наверное, они кажутся им ещё недозрелыми, может, несъедобными, не знаю. И ягоды будут украшать это растение всю зиму. Но рябин с белыми ягодами, виды рябин, не ограничиваются кёна. У нас и в коллекции, и в садовом центре появилось ещё два вида. Это рябина кашмирская и это рябина слоновой кости. Буквально несколько слов. Дело в том, что и кёна, и кашмирская, и слоновой кости себя очень неплохо зарекомендовали, опять же, в павленобности. Но если мы с вами походим по сайтам, ну, кашмирская и слоновая кости – это такая коллекционная экзотика и редкость, но кёна встречалась и встречается в садах достаточно часто. Если мы с вами почитаем отзывы, мы увидим, что мнение садоводов делится на две половины. Одни говорят, что у нас всё хорошо, и она прекрасно себя чувствует. Другие говорят о том, что, ну вот, растение просидело несколько лет и по какой-то причине погибло. Это не связано ни зима, ни морозостойкости. Слоновые кости и кашмирская – это гималайские рябины, и точно так же, как кёна, это растение не для торопык. Оно идеально подходит для маленьких участков, и оно медленно растёт. То есть какого-то быстрого роста, что если вам нужно, вы посадили саженец, и он на следующий год должен превратиться в гигантское дерево, это точно не про белоягодные рябины. Это нужно подбирать какой-нибудь другой вид. Все эти виды растут медленно и представляют в итоге из себя небольшие деревца или кустарники. Но вот эти вот экземпляры, они были выращены, они приехали из Польши. Когда-то давно-давно, когда импорт был ещё разрешён. И если я не ошибаюсь, это польский питомник Шмидт, скорее всего, это он. Но сюда изначально посадили четыре рябины, предполагая, что, скорее всего, три уйдут и останется только одна. Почему? Почему мы так думаем? Две, кстати, ушли, а две говорят, что нет, от нас вы просто так не избавились. Немножко разная психология у садоводов, у питомников и у природы. Питомник хочет максимально вырастить большой саженец и продать его по оптимальной цене. Кёна в природе в пятилетнем возрасте – это достаточно небольшой растение. Те же самые кашмирские белые кости, которые пришли, по моим прикидкам, саженцам где-то 4-5 лет. И они представляют из собой совсем небольшие растения от 40 до 80 сантиметров. То есть, представляете, да? Там семенной материал. А здесь они привиты. Для того, чтобы ускорить рост растения, чтобы получить более эффектный саженец, питомники прививают их на более растущий подвой. То есть, на рябину обыкновенно. А это, к сожалению, не всегда хорошо сказывается. То есть, со временем очень быстро происходит отторжение примитки. Поэтому именно по этой причине кёна не всегда себя хорошо ведет, если она привитая. Но я надеюсь, что вот этих двух экземпляров это точно не коснется. Чем они, в принципе, чем интересно и как выглядят кашмирская кёна и белые кости? Вот у рябины слоновой кости лист еще более мелкий и более изящный. Но такое ощущение, как перистая. То есть, в летний период это напоминает, ну, наверное, мне чем-то напоминает мимозу. Помните, на юге подходишь когда к растениям, трогаешь ее, и листики закрываются. Вот какое-то такое отдаленное сходство, понятно, это разные виды, разные растения, есть у слоновой кости. Кашмирская, наоборот, у нее тоже маленький лист. Вот, тоже белые ягоды, но лист чуть-чуть более, листочки более крупные. То есть, она выглядит чуть-чуть немножко по-брутальнее. Вот, отличное слово. Вот, я думаю, что мы в следующем году сюда как раз подсадим, и здесь будет уголок рябин с белыми ягодами. Не похвастаться не могла. Я надеюсь, что у нас весной будет очень много редких интересных растений, потому что охота только началась. Я думаю, что охота будет удачной. Цепляйтесь, приезжайте, мы всегда рады. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok